Как сберечь нацию, а именно улучшить и сделать доступным образование, здравоохранение, социальную политику? Обсудить тему собрались пятеро участников предварительного голосования для выдвижения в Государственную Думу от Орловской области. Неделю назад на аналогичной площадке выступали четверо однопартийцев-единороссовцев. Не менее двух площадок каждый кандидат должен посетить. Действительно, это вторая площадка. Тема очень серьезная. Это социальная политика. Это и здравоохранение, образование, это, конечно, вопросы социальной помощи гражданам. И вот сегодня мы послушаем всех кандидатов, что они по этому вопросу скажут нашим жителям. Актуальных вопросов немало. Врачи Валентина Винцевич и Владимир Круглый в своих выступлениях затронули вопросы медицины. Участие в партийный проект «Качество жизни, здоровье» в 2016 году регионы России получат субвенции на приобретение рецептурных лекарственных препаратов в сумме на 30,5 миллиардов рублей. Вот эта тема является для России основой геополитической политики. И она действительно стала уже в последние годы особенно основой нашей государственной политики, нашего государства. Ирина Проваленкова и Андрей Минаков говорили об образовании. Безусловно, что сбережение нации – это ключевая задача современной государственной политики. И здесь во главу угла должно ставиться то, о чем сегодня мы уже начали говорить. Это сбережение ее человеческого, интеллектуального потенциала, ее будущего, детей и молодежи. Молодежь сейчас действительно – это цементирующая составляющая нашей страны. А если мы посмотрим на Орловщину, то это один из самых молодых регионов страны. Самого молодого участника предварительного голосования интересовал вопрос о партийных законодательных инициативах. Сегодня по всей Орловской области и по всей России строятся различные спортивные объекты, детские сады, школы. Напомним, что в 2016-м идущие на выборы при поддержке «Единой России» должны участвовать в дебатах в единый день предварительного голосования 22 мая. Набравшие большее число голосов получат поддержку правящей партии на выборах. А пока до 15 мая будут идти политические дебаты, на которых у участников есть возможность посоревноваться в ораторском мастерстве и продемонстрировать профессиональные компетенции в обсуждении актуальных вопросов. Послушать выступающих, а также задать им свои вопросы могут и жители области. Впереди пять площадок, а значит пять тем для выступления. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной». Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».